МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех на канале Самар Агисы. Вы смотрите программу о животных хочу домой. Название не случайное, ведь собаки и кошки, другие животные тоже имеют свой дом, свое место для проживания. И, конечно, они ищут комфортную среду обитания и хотят домой. Хотя есть и отдельные четвероногие индивидуумы, которые ведут кочевой образ жизни и постоянно меняют свое место проживания. При этом не задерживаются надолго на одном месте. Итак, сегодня в программе вы увидите сюжет о выставке «Уши, лапы, хвост» и о выставке в рамках этой выставки, собак которым ищут новых владельцев. Далее вы увидите очередные видеовизитки о собаках и кошках, которым нужен новый дом и, главное, добрые и порядочные владельцы. И, конечно, разговор в студии с гостями, волонтером и общественным деятелем в области спасения бродячих собак Еленой Кузнецовой. И руководителем одной из ветеринарных клиник Самары Михаилом Уразовым. Итак, первый вопрос. Елена, вы считаетесь волонтером, как давно вы стали заниматься этой деятельностью? Ну, я практически с детства с собаками, с кошками. Но заниматься этой деятельностью где-то около 8 лет. Уже конкретно. 8 лет, и вы постоянно занимаетесь, пристраиваете собак. Да. Почему вы берете собак себе домой? Ведь можно же, так сказать, найти, прикормить и дать где-то объявление, что вот возьмите собаку. Обязательно содержать таких собак у себя дома? Обязательно, я считаю. Потому что нет уверенности, что на улице собака будет совершенно здоровая. Отдавать собаке в частные руки нужно только привитых и только стерилизованных. Другого выхода нет. Иначе мы этих беспроизорных щенков будем видеть на каждом углу, на каждом шагу. Вопрос. Сколько на данное время у вас собак? Ну, у меня месяц с щенками, которые привезли вот с несчастной передержки. Не будем называть ее. Конечно, все знают, что это Чубовка. Это пять щенков из девяти остались, выживших. И шестнадцать собак. Три из них уже мои. Они полностью подарены мне. Сама я их нашла когда-то. Все они, конечно, мои любимые. Подарены ей судьбой? Ну, да, скорее всего, судьбой. Не знаю, они мои подарки или я им подарок. Ну, как-то так вот уживаемся. Вы говорите, вы стерилизуете собак. В каком возрасте вы их стерилизуете? Ну, не раньше полгода. Михаил, теперь к вам вопрос, как к ветеринарному врачу, опытному, известному в Самаре. Да. Стерилизация собак. Почему именно? Вот, допустим, многие говорят, что нужно сделать после полутора лет, когда собака сформировалась. Ваше мнение по этому поводу. Ну, на самом деле вопрос спорный. Нужно... Сейчас очень много мелких собак. Они раньше формируются. То есть к семи-восьми месяцам. Мы говорим про собак, кошек мы не берем. Да, ну, кошек пока не берем. Да, конкретно. Елена все-таки собаки. Ага. Поэтому здесь по достижению половой зрелости, в зависимости от породной предрасположенности, нужно и стерилизовать. Ага. Хорошо. Вот я читал несколько статей по поводу ученых, которые говорят, что все-таки нормальное формирование окончательно происходит до, ну, где-то там 18-20 месяцев. Стоит ли ждать этого периода? Или все-таки действительно можно стерилизовать, как вот вы, допустим, 8-9 месяцев? Нет, можно и пораньше стерилизовать. То есть здесь противопоказания, если нет. То есть после обследования, если животные здоровые, можно стерилизовать. Мы говорим про домашнее содержание. Ну, домашнее. А вот с улицы собак, если мы забираем, допустим, вот как Еленову, которая... Ну, с улицы я тоже считаю, что однозначно это нужно стерилизовать собаку. Естественно, это приведет к тому, что хозяин будет доволен, и животное будет более спокойное, адекватное, так скажем. Елена, с чего у вас началась ваша деятельность волонтерства? Вот раз вы сидели-сидели, и вдруг неожиданно, раз, ой, пойду-ка я возьму себе дворовую собаку. У меня очень интересно началось. Я работала всю жизнь в вахту, я геолог, я летала на север. И пока я была на вахте, у нас умер кот Аполлон. И домой приехала, мне внучка говорит, давай кого-нибудь себе заведем. Я говорю, для того, чтобы проверить свои чувства, давай съездим в приют, насколько ты любишь или любишь животных. И вот до сих пор они шутят. Все начиналось с безобидного посещения приюта. Теперь я, когда прихожу домой, меня спрашивают, ты одна пришла или кого привела опять. А, кстати, как родственники относятся к вашему увлечению, или даже, я сказал бы, к серьезной работе? Ну, они, конечно, у меня не кошатники, не собачники, но они просто уважают мои интересы. А внучка мне помогает. Как помогает, в каком плане? Лен, я не могла мимо пройти, такой маленький, так жалко. А, вот так. То есть она вам еще больше берет... Да, да, домой несет. Несет домой, понятно. Когда собака стерилизована, насколько у нее в дальнейшем могут быть какие-то болезни, связанные именно с принадлежностью к половому признаку? Ну, в плане, допустим, какая-то мема матки или еще что-то. Это спасает вообще от каких-то дальнейших? Это спасает. Это спасает однозначно. С возрастом происходит фиброз шейки матки. И чтобы избежать в дальнейшем уже более серьезной операции, лучше стерилизовать в более раннем возрасте. Поэтому это будет профилактика. Сколько по времени эта операция проходит? И, насколько я понимаю, что сейчас есть и лапароскопия, и полостная операция. И я понимаю, что это уже такие операции, которые, ну, как-то, я не знаю, как вот, ногти, лап... Да, это отработанные операции. Если мы говорим через большой разрез, она, конечно, чуть подольше, а лапароскопическая операция занимает порядка от 15 до 30 минут. Ну, итак, время посмотреть сюжет. Недавно прошла выставка, и давайте узнаем, кого взяли на этот раз с павильона этой выставки. И самое главное, оказывается, отдают не только собак и кошек. Ищут новый дом и экзотическим животным. К выставкам породистых собак мы как-то уже привыкли. А вот показ беспородных животных в рамках организованных выставок животных проводится не так часто. А тем более, когда можно прийти, посмотреть и забрать домой понравившуюся собаку или кошку. 30 собак и 20 кошек. Такой хвостатый состав был в павильоне одного из выставочных центров в Самаре. Сегодня мы принимаем участие в выставке «Друг человека». Здесь у нас питомцы из приютов города Самары и от кураторов города Самары. То есть все питомцы отдаются бесплатно по договору ответственного владения. Показать животное и отдать в хорошие руки – такая задача стояла перед волонтерами и приютами. У каждого участника своя отдельная секция. Противоположная цель была у посетителей выставки – посмотреть, влюбиться и забрать домой кошку или собаку. На текущий момент, вот сейчас, мы отдали одну собаку и пять кошек. Ну, соответственно, сейчас привезем еще кого-то. Не так много собак, которым посчастливилось в этот раз обрести домашний уют, в отличие от кошек, у которых в этом году был аншлаг домашнего счастья. Ну, мы долго думали, да, и с приютом, мне кажется, это не важно, породистое, не породистое. Все равно они все маленькие, хорошие, требуют внимания, и надо вот посвятить им часть своей жизни, да? Да. И уделять побольше внимания, дарить любовь. Впервые на выставке беспородных и уличных собак и кошек посетители увидели и экзотических животных – кролика, мышек и черепах, которым тоже ищут своего владельца, и нужен новый дом. Вот у этого кролика хозяева переезжали в другую область, не смогли с собой взять, как всегда, стандартно. Черепахи, красноуфи у нас ежегодно встречаются на улицах города, звонки раздаются до четырех звонков в день, о том, что где-то ползают черепахи, это разные районы города. Многие люди их заводят же детям маленькими, прям черепашончиками, с пятирублевую монету, а вырастают вот такие вот крупные, вот даже зрения, особь, и люди просто не готовы к тому, что животное такое большое и живет минимум 30 лет. Это не хомячок. Хомячки, к сожалению, тоже люди часто заводят мальчика и девочку, покупая в зоомагазине, а потом, когда животных становится 15, они понимают, что и ребенку это уже не надо, и им это не надо, и куда-то надо это все делать. Заметим, от любого такого мероприятия есть результат. Не так много, как хотелось бы, но несколько кошек и собак все же обрели свой новый дом и, надеемся, ответственных и добрых владельцев. В собаке и кошке понятно, но вот черепашек, кролика и мышек такого я давно не видел. Ну, что же молодцы, что не бросают животных на улицу. Вопрос, Елена, что нужно делать, на ваш взгляд, как надо решать проблему с бродячими животными, как уменьшить численность собак, причем иногда, чаще всего это агрессивные собаки, как уменьшить вот эту популяцию? Ну, вот на мой взгляд, конечно, как уменьшить. Нужно, во-первых, отловы, как-то их контролировать. И, конечно, хотелось бы, чтобы как на базе отлова пусть сформируется так, чтобы волонтеры имели возможность стерилизовать бесплатно животных. Потому что волонтеры – это обыкновенные люди, которые работают учителями, врачами, кем угодно работают. Они собирают свои деньги, собирают сборы, организовывают и на эти деньги стерилизуют. Потом мало того стерилизовать, нужно еще где-то передержать животное. Это все дорого, это все деньги. Если, допустим, была бы такая возможность у волонтеров бесплатно стерилизовать, хотя бы, ну, один день в месяц, сколько там, 10 собак, это уже было бы заметно. И потом, я думаю, что еще многие частники за цены стерилизации не идут стерилизовать. Дорого. Уровень жизни у людей упал, и тратиться на своих животных они не собираются. В сознании людей это складывается так, как будто мы вредим животному. Еще у некоторых такое есть. Не знаю, как еще можно сделать. Вообще волонтеры очень много стараются, очень много делают. Им просто помогать надо. Понятно. Михаил, к вам вопрос. К вам часто приводят собаки именно вот беспородных, бродячих в клинику вашу? Нет, не очень часто. В основном породные, домашние. Породные, домашние. Какие болезни могут быть у бродячих собак? У бродячих собак могут быть различные болезни, те же самые, что и у домашних. Поэтому здесь говорить, что у них какие-то отдельные, ну, понятное дело, что это больший риск паразитов различных и внутренних, и наружных. Все-таки домашние владельцы стараются ухаживать за своими животными. Если бродячие животные привезли, естественно, там в первую очередь это экто-эндопаразиты. А там уже дальше обследование, какие есть проблемы. По каким критериям или по каким внешним, по какому внешнему виду можно узнать или определить, что собака болеет? Ну, там, не знаю, по глазам, там, по вялости, худобе или, наоборот, там, перекормленная собака? По внешнему виду можно. Я говорю о том, что, допустим, вот человек увидел собаку на улице бродячую, да, там идут выделения с глаз, там, допустим, из носа идут выделения, собака худая. Вот что делать в этом случае, если человек, да, я хочу забрать эту собаку? Да, по глазам, по внешнему виду, по шерсти можно определить, по кожным покровам, естественно. Ну, если он решил взять эту собаку, на самом деле таких людей достаточно много, которые забирают, приводят. Мы хотим вот именно не породную, а такую вот собаку, дворняжку, да. Ее нужно обследовать, если сложного ничего нет, сдать анализы, обследовать, сделать различные диагностические исследования, функциональную диагностику. И уже, чтобы было понимание, насколько собака здорова и что нужно делать, двигаться куда дальше. Я знаю, что у нас в городе есть врачи-ветеринары, которые работают по определенному своему направлению, по профилю. Вы по какому профилю работаете? Я работаю по офтальмологии, глазные болезни. Что, вы вставляете хрусталики? Да, и в том числе и хрусталики. Вы серьезно? То есть, в данный момент мы имеем возможность, есть оборудование, через маленький разрез 2,2 мм удаляем хрусталик и вставляем искусственный. То есть, технология такая же, как и у людей. Как можно определить у собаки, что, допустим, даже визуально, что у нее что-то не в порядке с глазами? Ну, визуально обычно замечают, что зрачок стал мутный или побелел. Конечно, не всегда владелец может определить четко. Но один из критериев в том, что глаз стал более мутным и животное стало хуже видеть, надо тыкаться на предметы. Поэтому, конечно, если такая проблема возникает, нужно посетить именно специалиста, ветеринарного офтальмолога. Не ходить по различным терапевтам и, ну, не специалистам узким. Поэтому здесь, конечно, рекомендация именно прийти и обследоваться. Что делать, когда собака что-то проглотила? Допустим, недавно иголочки проглотила собака, взяла, потянула за ниточку, раз и проглотила. Или что-то, что-то масло вливать. Или вот если все-таки нет возможности, сразу обратиться к врачу, к ветеринару. Ну, здесь масло не поможет. Иголки чаще всего глотают кошки, когда они за ниточку тянут, и потом иголка уже не выходит. То есть, очень часто иголка выходит сама. То есть, нужно все-таки наблюдаться у врача. То есть, сделать рентгенограмму, посмотреть. Либо контрастную с барьем. Либо так. А при проглатывании, допустим, каких-то предметов, часто животных... Носки, игрушки. Игрушки, да, часто глотают. Здесь уже нужна манипуляция. То есть, с помощью фиброгастроскопа, то есть, без операции, без разреза, мы можем удалить у животного вот это инородное тело. Часто, конечно, щенки чаще всего заглатывают. Вот, поэтому сейчас имеется возможность безоперационное удаление инородного тела. Спасибо. Определили критерии, по которым можно понять, здоровая собака или нездоровая. Елена, у меня вопрос. Вот, смотрите, буквально прям позавчера вечером приезжаю с работы, в полдвенадцатого вечером, и ко мне подбегает дворняжка с такой скрипсой белой, и сидит такая вся. Ну, у меня что было там в кармане обычно, да, как у кинолога там. Я, соответственно, дал вкусняшки и так далее. Ну, собака поела и побежала дальше. Ну, иногда подбегают такие же собаки, но без клипсы. Ну, стоит ли их отлавливать? Ну, я же вижу, что собака по шерсти нормально, она не... Ну, она просто бегает по улице. У нее есть свой дом. Нет, нет, это ее жизнь, это ее улица, она там хорошо ориентируется. Она знает, где поесть, знает, кому подойти. Я думаю, не стоит таких собак трогать. Не нужно их заставлять жить, они уже не смогут. Это нормальные для них условия, тем более, если она здорова. Да, если она больна, конечно, нужно ее к ветеринару, к врачу, подлечить и опять выпускать на волю. С какими проблемами вы сталкиваетесь в своей волонтерской деятельности? Ой, ну, проблем, конечно, много бывает. Ну, конечно, лечение, очень дорогое лечение. Очень дорогое лечение, оно бывает недоступно даже вот до такой степени. Вот это да. И еще очень хотелось бы, чтобы волонтерам была возможность... Почему, допустим, я не могу приехать в отлов и посмотреть, там ли нет моя собака? Вот, допустим, я ее курировала, я ее пристраивала. Очень часто такое случается, что нас могут пустить, а могут просто нас послать. То есть не ваше тут место. То есть почему, допустим, когда отлов идет, работает на улицах, мы подходим, спрашиваем, куда вы собаку забираете? Я знаю эту собаку, как вы говорите. Она подбегает ко мне, я ее постоянно кормлю. Она хорошая собачка, она все привита, стерилизована, она просто на улице живет. Зачем таких собак отлавливать? Если, как говорится, значит, на окраинах городов у нас очень много диких собак, которые уже агрессируют. От голода, от обиды, их много обижали люди. Вот там отлавливать. Зачем здесь, на глазах у детей, у людей, зачем такую жестокость показывать? Вот это мне не нравится, очень не нравится. И не только мне. Волонтеры – это такие люди, обыкновенные люди, просто у них душа чуть-чуть почище. Как часто у вас забирают собак? Как часто вам удается их пристраивать? Вы знаете, очень много собак пристраивается, очень много. Но вот сейчас как-то пристрой маленько стоит, и почему-то пошли взрослые собаки. Взрослые собаки. Ну, у меня очень хорошие друзья, волонтеры. И мы где-то вместе, ну, допустим, при том, что у меня там 15-20 собак, да, там бывает чуть больше, чуть меньше, но 5 собак мы пристраиваем. Но потом с дальнейшим прослеживанием судебы ее мы получаем фотографии, видео, то есть мы видим рады. Спасибо большое как раз вот о тех собаках, которых вы предлагаете. Мы хотим предложить вам посмотреть именно вот эти визитки. Напомню, что в нашей программе есть рубрика «Видео визитки собак и кошек», которым нужен новый дом. То бишь их нужно просто забрать из приютов и у волонтеров. Если кому-то нужна собака или кошка, посмотрите эту рубрику. Этого пса зовут Миша. Полгода назад его привезли с отлоба истощенным и больным. Сейчас этого пса не узнать, привык к людям, адаптировался жить во дворе дома. Спокойный, не агрессивный к посторонним людям. По характеру он ко мне добрейший из добрейших. Чужих, да, он чужих не любит. На улице ни на кого не кидается, ничего не лает. А во дворе, во двор он не пустит чужака. Охранник замечательный. Вот такой он, шикарный пёс. Этому псу по кличке Миша нужен свой новый дом и добродушный хозяин. Чтобы он привык к новому человеку и преданно ему служил, необходимо немножко времени, пару встреч, прикормить, чтобы он привык к новому человеку. Пёс Миша уже готов уйти к новым владельцам. Звоните 8-967-503-78-20. Этот пёс попал в так называемые чёрные передержки в щенячьем возрасте. Обратите внимание на его необычный мраморный окрас. Назвали его Лёнчик. Сейчас ему около года. Этот пёс готов уйти домой к новому владельцу прямо сейчас. По характеру он меня очень любит, но он может со мной переговариваться. Ему нужен хозяин, который чтобы был лидером у него. Потому что он меня как подружку воспринимает. Он не очень слушается меня. Не хочет. Играет всё время со мной. Вот так вот играется. Так он добрый мальчик. К кошкам вообще. Они ему очень интересны. Он хочет с ним подружиться. Но они его не любят почему-то. А по характеру как вообще подвижный? Очень активный. Очень активный такой это. Да, очень активный, хороший мальчик. Понадобится немного времени, чтобы пёс Лёнчик привык к новому владельцу. А чтобы он в целом стал овным и воспитанным, необходимо пройти школу послушания и опытного инструктора. Пёс Лёнчик ждёт своего хозяина. Звоните. 8-967-503-78-20. Рыженький симпатичный пёс, спокойный, уравновешенный, на собак не кидается, как впрочем, и не особо идёт с ними контактировать. Играет выборочно с понравившимися собаками. У неё она игривая, она ещё как ребёнок играет. Ну, лишнего не лает, лишнего не беспокоит. Она может сама себя занять игрушками. Она играет в игрушки очень хорошо. Так что на улице, если в доме, в квартире, она двухразовый выгул. Дома она не гадит, не безобразничает. Ничего не грызёт совершенно, ни мебель, ни игрушки, ни обувь. То есть у неё это всё прошло, она этого не делает, не безобразничает. Любит спать на кровати. Этому рыжему симпатичному псу нужен свой добрый и порядочный владелец. Это собака. Готовы уйти прямо сейчас из приюта волонтёры Елены Кузнецовой. Звоните. 8-967-503-78-20. Чёрная, красивая и привлекательная метис-обчарка по кличке Ирис. Забрали её с отлова голодной и худой. За несколько месяцев она адаптировалась к домашним условиям. И готова уйти к новому, доброму и ответственному владельцу. Ирис – стерилизованная и выполнена вся программа прививок. Очень воспитанная, очень умная. Она команды знает, но иногда не хочет просто это выполнять. Лапу даёт, сидеть, лежать, место. Такая вот девочка, она очень активная тоже и очень добрая. Ну, может, пока щенок, она очень добрая. Она любит со всеми собачками играть, она любит с кошками играть. Она к птичкам рвётся, она вот ко всем с дружбой своей, да? А к людям как-то настолько коммуникабельно? Она очень любит людей. Ну, да, конечно, к чужим она с осторожностью подходит. Ну, её можно прям подозвать, за угощение подойдёт. И она, если будет знакомиться с новым хозяином, нужно угощение. Обратите внимание на Ирис, это очаровательная собака. Подойдёт человеку, который будет с ней общаться, обучать командам и хорошо относиться. Ирис хочет в свой новый дом и к хорошему владельцу. Звоните 8-967-503-78-20. Ещё раз обращаю внимание, что вся информация, телефоны вы сможете узнать, посмотрев видео-визитки и в повторе. И, конечно, вся программа с сюжетами, где указаны номера телефонов, будут размещены на нашем сайте ТВ Самара ГИС. Общий вопрос. Михаил к вам и Елена к вам. Как вы считаете, каким образом можно регулировать численность собак на улицах наших городов? Ну, наверное, я всё-таки потоснее подведусь к вопросу, что в некоторых странах Европы, во многих странах Европы, всё-таки присутствует эвтаназия. И вам не кажется, что именно после принятия закона, через 98-го федерального закона, собак стало больше на улице? С одной стороны, мы их жалеем, да, действительно, я сам подкармливаю собаку, но с другой стороны, мы попали как бы в ловушку какую-то. Михаил, вот ваше мнение. Я тоже считаю, что... Попутные эвтаназии, вот, допустим, да, как вы смотрите на это? Эвтаназия – это негуманно. Усыплять здоровое животное, ну, я считаю, это кощумство вообще. Собственно говоря, если животное, понятно, болеет и неизлечимы какие-то болезни, уже страдает, естественно, здесь эвтаназия как бы даже показана, я бы сказал. А если брать, отлавливать животных, как это делали ранее, и эвтаназировали, то есть, ну, это неправильно. Некоторые волонтеры в соцсетях постоянно муссируют один и тот же вопрос, что вот люди-изверги, вот они бросили, вот они издеваются над собаками. Я в прошлом году выезжал по четырем таким адресам, вот, и, ну, по шести, вот, два более-менее, да, мы действительно увидели, там есть какие-то моменты жестокого обращения к животным, ну, просто там пинули, там, прошли и так далее, вот. А вот четыре адреса мы так и не нашли, и, в принципе, как бы и не было ничего-то, в общем-то, да, то есть мы говорили, вот идите там в соседнем подъезде бабушка, мы идем и ищем бабушку, бабушка, оказывается, уехала на дачу, и, получается, мы не находим никакого же, только обращения к животным. Ведь, вот вы как Михаилу, вы же понимаете, что там еще происходят между собой внутристайные драки. Вот как, часто к вам таких собак приводят? Лена, вы что по этому поводу думаете? Ну, почему именно, а все время, что люди, 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 вот везде, я в некоторых, я даже недавно удалил из списка своих друзей вот такого вот волонтера, она не самарская. Ну, понимаете это, Виталий, я считаю, что действительно, конечно, людям во многом, потому что мы разумные существа, да, это мы же их позволяем им плодиться, мы же позволяем, мы же их выбрасываем на улицу. А потом, да, в городе собаки часто заболевают и попадают в машины сами. Почему? Потому что движения, праздники, салюты, фейерверки, просто так, дни рождения, они пугаются. Когда собака напугана, она бежит, она бежит, не видит дорог, ничего, она попадает под машину, я ничего. Этого очень много, в городах такое случается часто, да. Между собой собаки в старых, ну, очень редко они друг друга ранют. Вот, если только какая-то собачка откуда-то там случайно попалась. Стая, я очень много хожу кормить там, как говорится, на краину своего района, кормить собак хожу. Нет, они и ко мне очень хорошо относятся, я к любой собаке могу подойти. Ну, конечно, не такой степь, у меня тоже с головой, я не подойду, которая собака на цепи и научена на людей, на это злая. Нет, конечно, а так, нет, стая между собой, ну, очень редко. Спасибо большое, спасибо большое за разговор, за беседу. К сожалению, наша программа завершилась, и мы говорим до свидания, до следующего эфира. Еще раз обращаю внимание, товарищи, относитесь ответственнее к судьбе животных, которых вы приучили к себе и к дому. И делайте замечания тем людям, которые безответственны, тем более жестоко относятся к животным, неважно, где они живут, на улице или дома. Ну, а наша передача завершилась, всего вам доброго, вы смотрели программу «Хочу домой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова